Итак, мы начали взаимодействие с пользователем. Используя кнопку, мы можем менять текст на экране. И давайте перейдем в MusicShop App и попробуем имплементировать интерактивность в нем. Чтобы сделать это, давайте закроем текущий проект и далее откроем при помощи Open and Existing Controlled Studio Project опцию. Или если вы недавно открывали этот проект, он может быть здесь вот слева на этой стороне в списке недавно открытых проектов. Вы видите, у меня здесь есть MusicShop опция, но ее может не быть, поэтому давайте я вам покажу, как открывать по умолчанию. Давайте кликнем на это Open and Existing Android Studio Project опцию. И здесь мы должны перейти в папку, где этот проект расположен. В моем случае я оставил дефолтную папку. Это папка Android Studio Project. Если вы создали ваш проект в другой папке, перейдите в нее. Давайте откроем. И здесь мы можем увидеть наш проект MusicShop. Выбираем его и далее нажимаем Open. И это займет какое-то время для загрузки проекта. Итак, Gradle все собрал успешно. И давайте теперь найдем наш файл с главной разметкой. Activity underscore main.xml Чтобы это сделать, давайте откроем папку App, далее папка Res, далее вот здесь вот Layout папка. И в этой папке расположены все разметки всех наших Activity. И сейчас на данный момент у нас только одна Activity и файл Activity underscore main.xml. Давайте двойным щелчком откроем этот файл. И он открывается сразу в дизайн режиме. Если нет, то вы можете переключаться здесь, как вы помните. Давайте увеличим немного для видимости. И давайте обсудим поведение нашего приложения. Итак, прежде всего пользователь должен вводить здесь свое имя. В Edit Text. Далее выбирать продукт с выпадающего списка. И после этого выбирать количество, нажимая плюс и минус кнопки. Потом, после кликания на Add to Cart кнопки, должен появляться следующий экран или следующая Activity, которая будет содержать описание товара. На следующем экране пользователь сможет либо отсылать заказ по e-mail, либо отменять его. Это будет дальше. А теперь давайте попробуем имплементировать, например, изменение значения количества здесь, вот в этом TextView, который сейчас показывает 0. Мы уже знаем, как это делать. Очевидно, что когда вы кликаете кнопку плюс, текст количества товаров должен меняться с 0 на 1. Давайте имплементируем это поведение. Как вы помните, для того, чтобы какое-то действие произошло, когда кликнута кнопка, мы должны установить атрибут OnClick для этой кнопки. Давайте перейдем на вкладку Text и давайте найдем эту кнопку сначала. Как я помню, она в самом низу, вот она, да, с ID Plus Button. И давайте запишем OnClick attribute здесь. И мы должны теперь установить значение для этого атрибута. Значение OnClick attribute это название метода, который будет запущен, когда эта кнопка будет кликнута. Так как эта кнопка будет увеличивать количество товаров, давайте назовем соответственный метод. Increase Quantity. Увеличивать количество. Итак, как вы видите, название этого метода подчеркнуто красной линией, потому что Android Studio не обнаружила метод, соответствующий этому методу в MainActivity. Давайте откроем MainActivity. Вы должны открыть папку Java, затем открыть пакет вот этот здесь. И здесь находится MainActivityFile. Давайте двойным щелчком откроем его. И здесь дефолтный код, метод OnCreate. И мы должны создать метод Increase Quantity. Он не существует здесь сейчас. И именно поэтому Android Studio говорит нам, что он должен быть создан. Давайте сделаем это. Давайте кликнем на красные лампочки. И далее выберем опцию Create Increase Quantity in MainActivity. И как вы видите, он автоматически создан. И мы сразу же перемещаемся в MainActivity. Теперь нам надо написать код внутри этого метода, тело этого метода, которое будет запущен, когда кнопка кликнута. Мы хотим, чтобы когда кнопка была кликнута, текст в TextView. Давайте посмотрим. Вы видите, подчеркивание исчезло, потому что все в порядке. С метод создан. Итак, давайте найдем наш TextView. QuantityTextView. Вот он. Кстати, мы можем его найти и вот здесь, в дизайн режиме, нажав на этом TextView. И мы сразу увидим его ID здесь вот. QuantityTextView. И далее мы можем найти его здесь, по его ID. Итак, здесь нам нужно текст, который сейчас здесь 0. Вы видите, атрибут Text, 0, 0. Мы должны изменить этот атрибут, значение его на 1. Так как мы это уже делали, я вам предлагаю поставить видео на паузу и попробовать это сделать самостоятельно. Ну что ж, я думаю, вы сделали это. Если нет, давайте сделаем это вместе. Итак, сначала мы должны создать переменную типа TextView в MainActivity. Давайте перейдем в наш метод IncreaseQuantity и внутри скобок создадим переменную. Пишем ее тип сначала TextView и мы можем дать ей любое имя. Давайте, для удобства, чтобы не путаться, назовем ее таким же именем, как и в XML файле. Вот это TextView в нашем XML файле. QuantityTextView так и назовем. И теперь давайте присвоим ей значение нашего конкретного TextView. Это переменная, которую мы создали здесь. Мы свяжем ее с этим TextView в XML разметке. Для этого, как вы помните, мы писали следующий код FindViewById, далее в скобках RID и следующее ID нашего TextView в XML разметке QuantityTextView. Не забывайте ставить точку запятую в конце и далее мы должны установить новое значение для текста в этом TextView. Чтобы это сделать, мы должны через эту переменную, которую мы только что создали, должны написать следующий код setText QuantityTextView. setText и написать сам текст здесь. Возможно, когда вы пытались сделать это самостоятельно, установить 1 тут, вы пробовали это сделать сначала без двойных кавычек. Давайте попробуем это сделать. И вы видите, Android Studio подчеркивает число 1 красной линией. И когда мы наведем курсор, вы увидите, что здесь Expected Resource of Type String подсказка. То есть, мы должны устанавливать строку здесь, как в кавычках. Мы будем говорить далее о разных типах данных в курсе. И давайте теперь попробуем запустить приложение. Кстати, мы можем запускать приложение другим способом. Вот здесь наверху при помощи этого меню выбираем Run и далее кликаем Run App. Это то же самое. Я выбираю свой эмулятор здесь. Если у вас подключен ваш телефон, ваш телефон также будет отображаться здесь. Вы можете выбрать его и кликнуть ОК. И так, наш главный экран появился и все работает замечательно, как мы и планировали. Когда мы кликаем на кнопки плюс, появляется единица. Единственная проблема это то, что когда вы кликаете плюс, то количество увеличивается только один раз. Если мы кликнем еще раз, то опять же устанавливается единица. Потому что этот метод вызывается снова и он устанавливает текст опять в единицу. В реальной жизни каждый раз когда мы нажимаем кнопку значение должно увеличиваться на единицу. То есть если мы нажмем еще раз мы должны получить два, кликнем еще раз три и так далее. Чтобы имплементировать это поведение нам нужно переменное опять же. Что ж, давайте узнаем о переменах больше в следующей лекции. лекции. Продолжение следует... лекции.